Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. В студии работает Султан Жаламанов. В преддверии Дня пожилых людей общественные деятели семьи поздравили людей преклонных лет. На мероприятие были приглашены почетные граждане города и председатели Совета ветеранов. Подробнее в сюжете Акбуты Кабималаевой. Ежегодно в первый день октября принято звонить и встречаться с родителями, бабушками и дедушками, поздравлять их с праздником. Но не все люди старшего поколения проводят этот день в кругу семьи. А тех, кто оказался без тепла родных, особенно позаботились в Центре оказания специальных социальных услуг. Специально для них сегодня был организован праздничный концерт. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего кураться, не только грусть, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только грусть, мои года, мое богатство. Каждый год мы поздравляем своих ветеранов и получателей услуг с таким большим праздником. Поздравляем их, даем подарки. Сейчас, как заметили, мы поздравляем юбиляров наших, тоже поздравляем, работников, их грамоты поздравляли, что можем. Вот, которые у нас с нами приехали, вот люди сидят, они вот наши спонсоры. В этом году Жанна Зоопарна и его команда нам построила теплицу. Сейчас он в этом году нам дал плоды свои. Еще вон эко-кабинет делаем. К 10 ноября закончим и будем запускать. Торжественно опять, может, возможно, приедете вы. У меня основной проживает инвалиды первой-второй группы. 400 человек. Сейчас вот концерт, который вы видите, это наши подопечные, они сами готовили, сами выступают. В мероприятии приняли участие директор филиала Народного банка Куржахан Батиреков и общественный деятель семьи Жанна Жибраева. В своей речи они поздравили пенсионеров с Днем пожилых людей и пожелали им всего самого наилучшего. Сегодня мы присутствуем на празднике, организованном Дню пожилых в Центре социальных услуг города Семей. Мы давно сотрудничаем с этим центром, филиал Народного банка Казахстана. Благодарны за долголетнее наше сотрудничество. В первую очередь мы желаем коллективу центра и воспитанникам крепкого здоровья, успеха в работе, благополучия в семьях и всего самого наилучшего. Чтобы наши пожилые родители, наши пожилые дедушки, бабушки всегда оставались здоровыми, бодрыми, желаем им долголетия. И чтобы они были всегда в окружении любящих внуков, правнуков. В ходе выступления Жанна Жибраева поделилась достижениями Центра оказания специальных социальных услуг в текущем году и планами на будущее. Вы знаете, я более 30 лет работаю с коллективом и персоналом данной организации, потому что люди с ограниченными возможностями, это особенные люди, которые нуждаются в постоянной поддержке, нуждаются в развитии. И у нас зародилось такое понимание, что мы это должны каким-то образом помогать, потому что изменить общественное мнение по отношению к этим людям. И вы сегодня видите, какие талантливые люди здесь живут, насколько они не только талантливые, насколько они добрые, как они радуются общению, как они приветствуют тех людей, которые к ним пришли. Для них это целый взрыв эмоций, и это нужно делать, потому что эти люди особенные. Мы со своей стороны, как Центр семьи, сделали очень важные социальные направленные проекты. В первую очередь мы отремонтировали баню, сделали капитальный ремонт этой бани, потому что было мнение, что это не обязательно делать, все равно, ну вот такое мнение было не очень правильное, негативное. Но мы сделали, и очень гордимся тем, что сегодня данное учреждение имеет вот такой банный комплекс. Следующим направлением было, это то, что мы поставили теплицу, мы хотим привлечь именно к трудовой терапии этих людей, потому что это очень важно, чтобы они чем-то занимались. Это тоже один из этапов развития людей. И, конечно, в этом году они первый урожай собрали, у нас есть фотографии такие, когда полный огурцов, как они сами ухаживали, как они расчищали, как они эту теплицу ставили, это было просто здорово. Я думаю, мы теперь, если эта теплица сегодня летнего варианта, я думаю, мы продумываем вариант, чтобы сделать зимнюю теплицу, расширить ее. И об этом мы проговаривали вчера с одним товарищем, человеком, который вот был у нас в городе, да. Я думаю, нас в этом плане поддержит. Ну, кроме этого, мы везде продвигаем вот эти инициативы свои. Ну и, конечно, в ноябре месяце мы предполагаем открыть комнату экотерапии. Это тоже своеобразная методика, которая вот именно для особенных людей, она предполагает и релаксацию, и уход за растениями, уход за животными, да. Вот мы сегодня подбираем и попугаев, там, хомячков, ну вот, что мы можем с животными, да. Чтобы они сами ухаживали, чтобы они приходили, и там какая-то своеобразная релаксация была. Чтобы не одно и то животное было. Они такие талантливые, вы сегодня видите, какой замечательный концерт. И таким людям надо тоже помогать, уделять внимание. Я думаю, наше сообщество, семейское, спасибо вам, журналистам, что вы вот так вот очень по-доброму, по-хорошему подошли к этому. Они нуждаются в общении, они нуждаются во внимании. Многие пожилые люди с трепетом и волнением относятся к подобным мероприятиям. Концерт, без сомнений, подарил массу положительных эмоций не только людям преклонного возраста, но и всем остальным. Ведь творить добро ни с чем не сравнимое счастье. Ахпутака Бимуваева, Марлан Уразалин, Марат Сагимбай. Информационная программа «Шарайна» ТВК-6. С начала года в Восточном Казахстане поощрены 6 граждан, сообщившие в областную антикоррупционную службу о фактах коррупции. Общая сумма поощрения составила более 4,5 миллионов тенге. При этом максимальный размер вознаграждения в текущем году составил 4 миллиона тенге. Минимальный 139 тысяч тенге. Об этом в ходе брифинга рассказала руководитель проектного офиса Шагасадалда Каланга Маржан Бахыт. По ее словам, в настоящее время за сообщение о коррупционном нарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1000 мрп, вознаграждение в зависимости от тяжести преступления составляет от 30 до 100 мрп. За сообщение о факте коррупции с ущербом более 1000 мрп вознаграждение составляет 10%, но не более 4000 мрп. Например, если размер взятки или причиненного ущерба 50 млн тенге, то лицо, сообщившее о факте коррупции после приговора суда, получит 5 млн тенге. При этом ранее максимальный размер поощрений не превышал 100 расчетных показателей. Отметим, что поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, а также иным образом оказывающих содействие в этом, является действенным механизмом по противодействию коррупции. Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется в соответствии с нормами закона РК противодействия коррупции. При этом лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом. Мы призываем жителей Восточного Казахстана проявлять активную гражданскую позицию и при столкновении с фактами коррупции сообщать об этом. Ведь только так всем обществом мы сможем искоренить эту социальную проблему. Сообщить о факте коррупции можно позвонив в код-центр по номеру 1424, либо в дежурную часть антикоррупционной службы ВКО по номеру 872 32 29 88 88. С 28 сентября восточно-казахстанцы, оформляющие паспорт и удостоверение личности в цонах, могут оплатить госпошлину с помощью QR-кода. Правительство для граждан совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан реализовали возможность приема оплаты прямо у оператора миграционной службы. Оплатить пошлину можно без обращения в КАСП, то есть через банковские приложения Хоумбанк, либо КАСПИ. За 8 месяцев жителям Восточно-казахстанской области было оказано 105 тысяч государственных услуг по выдаче паспортов и удостоверения личности. Размер госпошлины за удостоверение личности составляет 584 тенге, за паспорт 23 336 тенге. К слову, правительство для граждан ввело возможность оплаты через QR в ноябре 2020 года. На сегодня клиенту могут оплатить 146 видов государственных услуг. Всего государственная корпорация оказывает 662 видов госуслуг из госреестра. Султан Жаламанов, Сункар Таумхан, информационная программа «Шарайна». Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали медицинского сотрудника, который занимался подделкой и сбытом паспортов вакцинации от коронавируса. Ею оказалась 27-летняя жительница семьи. Женщина, используя свое служебное положение, в июле продавала горожанам поддельные паспорта. По информации полицейских, данный факт внесен в единый рейстор досудебных расследований. В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 385 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Подделка и изготовление или сбыт поддельных документов». Сейчас проводится досудебное расследование, направленное на установление лиц, причастных к данному преступлению. В Казахстане при прописке граждан собственник жилья будет получать СМС с данными человека, которого он прописал. Если собственник захочет выписать кого-то, человек, которого выписывали, также получит соответствующее уведомление. Отметим, что новый сервис внедрила Государственная корпорация «Правительство для граждан». По словам специалистов, данный сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают сделать прописку за деньги. Прописать или выписать человека по месту жительства также можно онлайн через портал ЕГОВ. У собственника жилья и прописываемого человека должна быть электронно-цифровая подпись. Султан Жаламанов, Марат Сагимбай, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, смотрите нас на YouTube. С вами был Султан Жаламанов. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!